Девушки отдыхают Да, пап Нормально все? Что значит обуви не видно? Пап, может пробник парфюма своего прислать? Я понимаю, что будет шейх Мансур за министра Алло, пап А ты спроси, у них никто не собирается цифровую фоторамку подарить А то я хотел Да нет, что классный подарок Ну я серьезно, пап Да я пошутил, пап Да просто ты какой-то напряженный Вот я решил разрядить обстановку Давай, пап, все будет хорошо Никто никого не собирается позорить Да не пьяный я Ладно, пап, давай, мы с Кристиной будем в семь Ого Чего? Сколько ошибок ты в слове Юля допустил? Ну я специально так сказал Просто он не знает, что мы расстались А что не скажешь? Вы понимаете, Кристина единственная девушка, которая его устраивает и следит за мной А сейчас что я ему скажу? Пап, мы расстались и теперь я встречаюсь с тусовщицей, с которой хожу по клубам и бухаю Ну можно и другие слова подобрать Ты понимаешь, там после фразы Мы с Кристиной расстались, говорить будет в основном он Ясно Слушай, а Кристина-то вообще в курсе, нет? Или ты думаешь, она ради рублетиков с паровской ветчиной забудет все, что было? Ну я думаю, что она отмечется к этому с пониманием В конце концов, не чужие люди Мартынов, ты с ума сошел? Ты мне кто? Кристина, ну пожалуйста, он на один вечер Ну просто для вида, ради отца Антон, не тупи, скажи, что я заболела и иди один Привет! Ну как вам? Да ладно, наконец-то маникюр сделала Ну и правильно, а то ходишь с огрызками Да не маникюр Тольцо? Угу, Максим подарил Ух ты, клево! Можно посмотреть? Ничего, что оно на огрызке Ну прости Блин, какое прикольное Интересно, а камни настоящие? Думаю, что нет, откуда у него такие деньги? Фианицки, наверное, но все равно красивые Угу А мне кажется, настоящие Вот пробы стоит Там еще и гравировка есть Да ладно, и гравировка? Что там написано? Слушай Вере на 60 лет Не поняла? Ничего себе, он ошибся Он его, наверное, украл Ян, ну что сразу самое плохое, предполагаешь? Это еще не самое плохое Бабуль, не подскажешь, как в Собес пройти? А? Оп! Да успокой ты свою больную фантазию Может, он его просто нашел или... Здравствуйте Здрасте Здрасте Здрасте, а мы чай пьем? У нас ничего нет? А мне Фроловы нужны А вы тоже ошиблись Они в 410-м Извините До свидания И хорошо, что выбросила Без него как-то спокойнее А Макс, я такое устрою? Валь Представляешь, я сегодня в магазине видела такие клевые... Сапоги Откуда ты знаешь? Простая статистика Офигенски ты чаще всего говоришь про сумочки Суперские про платье А такие клевые про сапоги Точно Короче, вот Валь У меня нет денег, займешь мне Ты же на днях получила зарплату Ну блин, ну я что виновата, что у меня рядом с работой два торговых центра У них еще скидка спасала, он неожиданно появилась То есть ты все уже потратила? Ну не все, мне надо еще 4000 Это что за сапоги стоят 4000? Какие-то плохие Эти стоят 7 7? Маша, ты совершенно не умеешь расходовать денежные средства Валя, это Майкл Корс Странно в качестве аргумента приводи мне неизвестное имя и фамилию Неизвестное для тех, кто обувается на фабрике Заря А для продвинутых людей это мировой бренд И пока мы тут с тобой говорим, все оранжевые разберут У тебя же вроде есть оранжевые Это оранжевые от Майкла Корса Его не спутаешь ни с каким другим оранжевым То есть 7000 за оттенок? Ой, короче, не понимаешь, я у кого-нибудь другого занят Да, Олег Андреевич Привет, доча Что у тебя с голосом? А Антон разве не сказал? Я приболела Он сказал, что у тебя с животом проблемы Да, да Просто поперхнулась А вдруг нет? Вдруг это симптом? Да я правда поперхнулась, вот бутерброд ела Что? У тебя с животом проблемы, а ты этой дрянью питаешься? Все, заканчивай самолечение В Швейцарию поедешь Я сейчас машину вышлю Нет, нет, не надо, я дома отлежусь Поверь, там лучше Если хочешь, я всю вашу шобу туда отправлю Олег Андреевич, да вы правда зря беспокоитесь У меня уже почти все прошло Вот таблеточку выпила и мне уже лучше То есть ты будешь? Да Отлично И еще Пришли мне ММС В чем ты будешь? Привет О, привет Я как раз в магаз собрался Тебе что-нибудь взять? Да-да Укради мне майонез И к чаю что-нибудь Почему укради? Ну ты же у нас только красть умеешь Что происходит? А то Я все знаю про кольцо Что оно краденое Почему украденое? Я гравировку видела Вере на 60 лет И что? Если гравировка, то сразу украденое? А кто это тогда? Твоя престарелая любовница? Че сразу любовница? А кто? Бабушка Ну да Дед подарил бабке на 60 лет Она мамке передарила А баб у нас в семье больше нет Так что Девушек у нас в семье больше нет Так что я его решил тебе подарить Да А я и не знала Спасибо Оно такое красивое Кстати, а где оно? Оно Понимаешь Там такая ситуация Я его С другими драгоценностями положила И оно лежит себе на полке Целое и невредимое Ну там еще рядом Томик Есенин В шкатулке Мамины сережки там еще лежат Бижутерия моя, поджемчик И оно Маш, ты далеко? Я заняла денег и сейчас иду за сапогами Это вряд ли Почему? Ты заняла денег, чтобы добавить к своим А твои я изъел из обращения А Чего? Ты совсем что ли? Ты что, у меня деньги украл? Я сейчас все объясню Ох, Кусима, я не парень ворует У меня воруют У вас банда что ли? Да выслушай Сейчас ты заняла денег, которые потом тебе придется отдавать Потом снова занимать, чтобы отдавать уже эти И так далее Это порочный круг А с твоей бесхарактерностью ты будешь занимать постоянно Я еще и бесхарактерная? Сейчас не об этом И как я должна жить? Не переживай, я все рассчитал Чтобы даже до следующей зарплаты не занимая Я буду выдавать тебе определенную сумму каждый день И сколько? 253 рубля И что я с этим должна делать? Что хочешь, но есть некоторые рекомендации Два яйца, 300 грамм салата и курица раз в три дня Будейка, ты что, офигел? Ты решил меня на диету посадить? Нет Просто ты продукты тоже расходуешь нерационально 50% утилизуются, как испортившиеся Капец А может мне еще красятся наполовину? Я же когда рядом сижу, у меня пол лица, а видно Чего тушь переводить? Маш, это уже перебор Это перебор? Верни кошелек Нет, если не я, то кто тебе поможет? Кошелек! Маш, сама потом скажешь спасибо Ворочка, стынь Мартынов, а ты не мог сказать отцу, что мне просто ОРЗ? А чем тебя панкреатит не устраивает? Меня панкреатит устраивает Панкреатит это просто замечательно Только вот твой отец решил меня отправить на лечение в Швейцарию Блин, я не знал И что, как ты отмазалась? Элементарно Я иду с тобой Черт, жалко, что так все получилось Я не хотел, конечно, и не специально Мартынов, хватит прибедняться Я же понимаю, что для тебя это идеальный расклад Ну конечно, просто офигительный Ну ты тоже не расстраивайся Читай, попадешь на бесплатный концерт Тимберлейка В жрущий портер Там будет Тимберлейк? На разогреве у Лепса Он для них бог Ну ладно Круто Осталось только придумать, что Юльке сказать Да ладно тебе, у тебя же был талант на отмазы Ну понимаешь, здесь сегодня так просто Дело в том, что Юля давным-давно хочет познакомиться с моим отцом А я не готов Если скажу, что пошел к отцу даже один Она обязательно со мной увяжется Значит, нужно назвать место, куда ты можешь пойти только один Это место находится в этом блоке И там я могу находиться максимум 15 минут И то, если уровень сложный или статья интересна Даю подсказку На мужской начинается, на врач заканчивается Мужской врач Точно, у меня проблемы по мужской части Круто! У вас все нормально? Да-да Короче так Я Юле говорю, что в 6 часов иду на прием к врачу А в 7 мы с тобой встречаемся в ресторане Окей Мух, круто! Да ничего нет Два часа рылась под окнами, никакого кольца Зато узнала, что у нас в общаге все гуляют с собаками И все предохраняются Семакина Ты когда в следующий раз под окнами-то будешь ползать и материться Ты имей в виду Мое почти всегда открыто Извините Я просто кое-что там потеряла Ну жаль А я наоборот нашла Смотри какое А? Это мое кольцо Серьезно? Да, мне его Макс Иванов подарил Да ты что? Так ты Вера что ли? И он тебе его на 60 лет подарил С юбилеем тогда поздравляю Хорошо сохранилось Скажи, а каким кремом пользуешься? Нет же, это кольцо его бабушки Он мне его подарил, а я в окно его выбросила Ну, так получилось Но оно очень дорогое, это семейная реликвия Семейная реликвия Так поэтому ты его в окно выбросила? Зе Михайловна, там все очень сложно Хотите позвонить его родителям, узнаете? Делать мне больше нечего Алло, здравствуйте Это комендант общежития, где ваш Максим проживает Нет Он ничего не натворил Не, он не в тюрьме Нет, жив Да дайте ж высказать Как зовут его бабушку? Ага А вторую? То есть никакой Веры у вас нет? Да не, я про имя Все, спасибо Так что никакой Припью Знаешь, Валь Ты прав Не нужны мне эти сапоги Снимать деньги, чтобы купить дорогую и не особо нужную мне вещь Это просто эгоистично Спасибо, что ты открыл мне глаза Браво, Мария Будь ты мужчина, я бы пожал тебе руку Ах, да что там Ну все, возвращай мне кошелек М? Нет Как нет? Маш, мне очень приятно, что ты делаешь правильные поступки Но это лишь единичный случай Нет гарантии, что завтра ты не сорвешься Привычка у человека вырабатывается 90 дней И все это время я, как и решил Буду выдавать тебе деньги порционно Какая еще привычка? Я тебе что, тюлень, чтобы меня дрессировать? Кстати, тюлень гораздо лучше, чем человек подается дрессировке Будь то тюленем, мы бы уложились в месяц А так, увы Так, бдейка Что? Нет, ничего А ты же сейчас на учебу идешь? Да Ну все, иди А я начну вырабатывать в себе привычку В конце концов, это же ради меня В итоге это сделает меня лучше Позволь еще раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Юляш, ты на меня сегодня вечером не рассчитывай, я к врачу пойду К врачу? А что случилось? Ты заболел? А там, по мужской части По мужской части? Странно, вчера по мужской части все было хорошо Оба раза Да-да, но дело в том, что это устройство многофункциональное И у меня, так сказать, проблема с другой его функцией Бедненький, ну тогда, конечно, надо съездить Да Ну это же быстро? Ты просто покажешься и все? А, нет-нет-нет, это на весь вечер Там целый комплекс процедур и может даже до ночи Откуда ты знаешь? Доктор же тебя еще не видел Не, мы пообщались с ним по телефону Я ему описал симптомы, даже видео ему отправил И что у тебя за болезнь? Ну, пока еще не ясно Но могу дословно сказать то, что мне сказал доктор Я не буду произносить вслух этот страшный диагноз Но надеюсь, после обследования это окажется не он А простое закупривание канальчиков За что куплю зато и продаю Я еду с тобой Нет-нет-нет, зачем? Не надо Обязательно надо Ты же говоришь, что может быть плохой диагноз Как я тебя брошу? Юлька, ну он, наверное, перестраховывается Тем более, это мужская клиника Там обстановка та еще Сидят эти мужички, крики из всех кабинетов Хуже, чем у Зубнова Ну, правда Лучше бы я пульпит ехал лечить Антон, мне все равно, я одна тут себя изведу Ну, ты знаешь И никаких «но» не спорь, я еду с тобой И ничего здесь не страшно Здесь не, подожди Здрасте Здравствуйте Что у вас? У меня тысяча Я у вас тут полчасика посижу Все-таки не сдержалась, да? Вот то, о чем я говорил Хороший поступок и сразу же нехороший Кто бы говорил про нехорошие поступки? Тут не хватает 700 рублей Все правильно Вот они Будейка, ты совсем обалдел, что ли? Ты купил на мои деньги книгу и даже не спросил? А что спрашивать? Это биохимический справочник про Свирского Он был в магазине в единственном экземпляре Его надо брать не обсуждая То есть сапоги брать не надо А про Свирского надо Как ты можешь сравнивать сапоги и мировое светило? Да никак Я мировое светило по синюю юбку не надену Ты не понимаешь Это редкое издание 78-го года Его могли взять в любую минуту Угу 35 лет лежал И ты вдруг смели бы Во-первых, 36 А во-вторых, я не понимаю твоих претензий Да на тебя Ты меня обманул У тебя нет никакой бабушки Веры Значит, ты украл кольцо Да не крал я его Откуда тогда оно? Купил А деньги где взял? Украл? Слушай, успокойся Ничего я не крал Я реально его купил Только это В ломбарде Да что ты А чек потерял Или его ветерком унесло? Нет Вот он Так Штрих-код Дата Сумма Ну почему ты сразу мне тогда не сказал? Я боялся, что ты побрезгуешь У вас же девчонок заморочки По этому поводу Типа золото впитывает энергетику Неизвестно, кто его до меня носил Глупости какие Ну что за ненормальный тебе это сказала? Ну вообще-то Матушка моя так говорит В смысле Есть такое мнение Просто я его не разделяю Спасибо Ты у меня такой хороший Ну что, разобрались? Да? Только можно я чек себе заберу? Зачем? Ну это уже мои заморочки У твоей мамы свои заморочки У меня свои Девочки Бери Убедились? О Да я и так хотела отдать Золото Оно же эту Энергетику впитывает Неизвестно еще кто Его до меня носил О, Кристин Одолжи 700 рублей на сапоги Ну какие, одноразовые? Нет, это мне не хватает 700 Стоит они дороже Просто я хотела одолжить у Вали А он сказал, что я, видите ли Неэкономно трачу деньги Забрал мои Потом отдал Но без 700 рублей Книгу какую-то дурацкую купил Короче, там длинная история Хотя, по-моему, я ей все и рассказала Я их долго буду держать? А, спасибо Ну, судя по настроению, купила? Неа, их все раскупили А что такая счастливая? Посттравматический шок? Нет Продавщица сказала, что последнюю пару моего размера Забрал молодой человек для своей девушки И? Он был невысокого роста в очках И? Это Валя Наверное, понял, что поступил со мной как идиот И решил так извиниться И? Что и? Я тебе все рассказала И где деньги? Ты же сапоги не купила? Вот так Походу Юля подозревает, что Янтон изменяет со мной Да ладно Поняла? Да А это кто кому пишет? Юля, мне от лица Антона Чего ты взяла? Ну, а зачем Антону писать не люблю? Это явно пишет Юля и ждет ответа, чтобы уличить Антона в измене Точно Я так сразу и подумала Блин, вот она глупая Между вами уже ничего нет Ну, только она этого не знает Препарат Мозготрон используется следующее Ну и гаджеты Чего? Какие гаджеты? Урод ты, говорю Чего происходит-то? Ты со мной встречаешься, а сам с ней спишь? Да это фигня Я ваш разговор слышала, я знаю, что ты хотела от меня отделаться Юля Еще одно движение, и тебе реально, доктор, понадобится Между нами все кончено Козю Ты чего? А то ты не понимаешь Я насчет сапог все внула Правда? Я очень рад Я этого и хотел Я тоже умею делать сюрпризы Восхитительно Ага Теперь доставай сапоги Сапоги? Ты хочешь, чтобы я надел сапоги? Нет, я хочу надеть сапоги Зачем? У тебя мерзнут ноги? Ой, Вань, ну хорош Я же знаю, что ты купил мне сапоги Ничего я не покупал Как не покупал? Так, мы же все выяснили, ты сказала, что все поняла Я поняла, что ты мне их купил Я была в магазине, продавщица сказала, что я их взял молодой человек, невысокого роста в очках Маш, делать однозначный вывод по таким входным параметрам чисто безумие Могла бы уточнить хотя бы расу Зашибись То есть ты и мне не дал купить сапоги и сам их не купил? Еще и деньги мои потратил Капец, Будейка Я теперь без денег и без сапогов Правильно без сапог Нет, Валя, без сапог это неправильно Слушай, еще раз извини за кольцо Мой косяк Не увидел эту гравировку Надо было вообще не его брать А эту Там была такая классная Ну, грабли, волосы Где дома? Во! Нет, нет, лучше кольцо Оно очень красивое, спасибо Кстати, а где оно? Оно чуть велико оказалось Ну, я его каждый день носить не буду, чтоб не потерять А как только мы с тобой куда-нибудь соберемся, я его обязательно надену Давай А что, ты не будешь его носить? Да что, я дура, что ли? Золото же энергетику впитывает Откуда я знаю, кто была эта Вера? Может, ее вообще в нем похоронили Маша, я не понял, а где были книги? Я их забрала Зачем? Я подумала, что ты не умеешь тратить свой умственный потенциал Читаешь все подряд Это называется взапой Ах, ты вот видишь, хорошее дело, запой мне не зовут Читаешь много, а усваивается мало Поэтому я решила его давать тебе порционно По семь страниц в день Вот сегодня у тебя радиоиммунный анализ в эндокринологии Это такая месть? Ты что, какая месть? Я просто забочусь своим парнем А, да, кстати, я буду так делать 90 дней А был бы тот и Лене, отправились бы за месяц Слушай, пап, у нас не получается приехать Да у нас с Кристиной там все поменялось Да, это важнее твоего банкета Все, завтра на меня парешь Ты чего? Я расстался с Юлей Поздравляю, я здесь при чем? Ну, в смысле, это ты же написала смс, ты нас поссорила Да Ну, чтобы снова быть со мной Нет А зачем ты так сделала? Она поссорила нас, я поссорила вас Один-один